здравствуйте мои дорогие зрители меня зовут ирина и вы на моем канале а сейчас на ваших экранах стоит мой подарок с орхо рай очень уж радж меня порадовал таким сюрпризом таким подарком и орхидейки прям чудесные с шикарной корневой системой и горшочек кстати впервые я вообще увидела такой горшочек и он теперь у меня есть и и мне понравился честно потому что мне нравится такой вариант групповой посадки где можно извлекать одну от другой не затрагиваем соседку это очень очень удобно сейчас будем вместе с вами их сажать я вам покажу как этот горшочек выглядит изнутри но прежде чем я начну хочу вас предупредить что на моем канале скоро пройдет розыгрыш с канала орхо рай будут предоставлены подарки будет три победителя вот поэтому 15 числа стартует этот розыгрыш поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить а потом 31 числа раньше еще сделает один розыгрыш но уже на своем канале в прямом эфире поэтому обязательно нужно подписаться на его канал тоже это как раз таки будут условия розыгрыша который будет 15 числа так и теперь про орхидейки орхидеи чудесные очень красивая шикарная корневая система корни растущие это красавчик молния беглиб молния одно время это было прям моя такая хотелка хотелка вот раньше наверно не знал что она у меня есть но я совершенно не расстроена что мне теперь есть такой знаете дубликат и кто-то из подписчиков мне написал что лучше посадить их вместе как раз таки в эту ладью и вы знаете я очень загорелась но потом я испугалась потому что мой беглиб молния только дал цветонос я боюсь что этот цветонос просто перестанет развиваться если бы он уже был длинненький на стадии бутонизации я бы наверное рискнула но сейчас нет побоялась так сказать вот поэтому сегодня как вот подарил он мне эти орхидейки так я буду их сажать возможно я приобрету еще такой горшочек посажу тогда уже молнию и еще какую-нибудь орхидейку и тогда просто поменяю вот эти вот вкладыши и так и будут расти получается две молнии такой групповой посадкой вот 2 орхидейка которая ко мне попала тоже очень красиво есть варианты и цветения потемнее посветлее но очень прекрасная крупная будет и сам смотрите какой кустик прям крепышек шикарная корневая система покажу сам горшок он очень классный необычный то что не обычно видите они будут совершенно расти отдельно друг от друга здесь идет выемка поэтому слишком сыра не будет вода будет только вот так вот по окружности этого горшочка рискнем мне писали подписчики что сажали в такой горшочек и в кору орхидей отлично растут и в керамзит тоже все замечательно растет но сегодня я хочу зайти немножечко дальше и посадить в такой горшочек в мох вот у меня есть и живой мох у меня есть и сухой мох мох у меня есть и в брикетах и спагмаз в общем но я сегодня решила что наверное живой мох это будет идеальный вариант внутри это будет живой мох снаружи это будет сухой уже такой мертвый мох но он будет как одеяло чтобы не пересыхал внутри живой немножечко получилась тавтология но вот в процессе я вам все буду показывать почему я решила так сделать потому что у меня есть вот такая красавица очень классненько орхидейка это будет мультифлора она вот уже как видите с цветоносом и ей очень понравилась такая посадка когда я взяла вот такой вот бокал купленный в хофф немного керамзита на дно живой мох и и я не очищала от ее старого мха я прям этим стаканчиком поставила ее туда обложила пластинками из мха и получилась вот такая интересная посадка посмотрите как у нее пошли расти корни немножко засвечивает посмотрите везде везде ей очень понравилась такая посадка и цветонос естественно поэтому сегодня я решил опять же азиатские орхидеи не потрошить не разворачивать корневую от мха потому что она шикарная если бы я видела наверное какие-то повреждения на корневой системы я бы сняла мох но в этом случае когда у орхидеи все прекрасно я не буду даже их трогать пусть они растут так как растут но только еще с добавлением живого мха ну естественно керамзита поэтому поехали сначала я подготовлю этот чудесный горшочек для их пересадки насыпав туда керамзит так керамзит я сейчас наверное вытащу и вот покажу какое количество керамзита я насыплю полностью знаете чтобы вот здесь есть его выступ полностью до выступа выступ я оставлю открытым на этом выступе нет дырочек и значит там влажность не будет поступать и мы орхидейку можем поставить прям на него это будет наверное идеальный вариант здесь наклонить чтобы было видно какое количество видите вот этот выступ который есть я его не закрываю прям на него поставлю нашу орхидеи то же самое одно наверное буду вот так вот в горшочке сажать а другую вне чтобы вам было видно снимаем и прям ставим вот на этот выступ пока я не определилась как лучше развернуть листики чтобы розетка потом росла сейчас будем вместе с вами пробовать поэтому пока я не буду обсыпать их керамзитом и закладывать мхом сначала определимся с листиками в какую сторону их лучше направить у орхидейки молния столько корней что просто не могу вытащить ее из стаканчика и я буду разрезать стаканчик вот аккуратненько своими любимыми ножничками сейчас надо посмотреть где их меньше всего корней ну тут их везде по моему много поэтому здесь вот натягивая на себя я буду разрезать не задевая корешочки аккуратненько аккуратненько все теперь надеюсь он выйдет из этого горшочка так перепутать не получится потому что это орхидейка более светлая и лист крупнее здесь же есть пигментация на листиках и они более темные но в любом случае я сейчас приклею наклеечки наверное прям к вот этим внутренним горшочком чем мне нравится еще они водостойкие всегда видно какой сорту орхидеи в общем очень хорошо придумано вот так так давайте с вами определимся теперь как лучше расположить листики боком немножечко знаете так наискосок друг от друга и розетки будут расти и не будут друг другу мешать и на подоконнике их будет легче разместить вот так точно это будет самый оптимальный и идеальный вариант ничего не видно и даже не смотрю в камеру повыше вот видите так вот наискосочки друг от друга расположу следующие листики они будут еще крупнее и будут расти и друг другу не будут мешать я думаю и плюс еще до что на подоконнике их будет легче разместить потому что если мы поставим вот так розетка будет все увеличиваться и увеличится и потом будет сложно очень их размещать на подоконнике ну все теперь можно начать обкладывать их мухом так я беру прям вот такой вот жирненький живой мох и начинаю обкладывать растюшку такой живой мох можно купить у светланы но сейчас зимний период уже заказы не принимают надо ждать до весны сейчас нам главное зафиксировать так как нужно чтобы она у нас стояла а потом уже доделывать нашу посадку полностью так немножечко наверное сдвинуть надо центру все таки чтобы они не привели в прилипку друг другу были настолько идеальные орхидейки что они нижние листья не удаляла вообще ничего ничего не никаких корешков не удаляла в общем вообще классные вот так мог настолько мне нравится этот живой жирненький такой вообще он чем-то похож на спагмус вот по своей вот этой вот жирности плотности немножечко я его придавливаю утрамбовываю вот я думаю что орхидейки очень нравится еще немножечко живого и перейдем потом уже к сухому который будет защищать живой мох от пересыхания можно кстати засыпать и керамзитом и той же корой можно даже кстати одну попробовать засыпать корой а вторую сухим мхом давайте поэкспериментируем как будет лучше вот так отлично на и давайте вверх как раз таки засыпем корой у меня есть отличная кора средней тракции это кора тоже будет служить защитой для мха от пересыхания и чтобы он не испортился чтобы нес свою эту функцию не мне кажется воршочек совсем небольшой очень даже хорош но быстро нарастить корни и он будет прям очень маленький очень даже красиво получилось как вы считаете пишите свои комментарии шейки близко кору ложить не буду и вы следите за этим и отодвигаете немножечко если вдруг видите что кора или мох любой грунт который вы сажаете слишком близко к шейке вот приступаем к следующей растюжки наши также живой мох но в этой но уже сверху возьмем сухой и также все аккуратненько аккуратненько кто-то скажет надо было может быть немного ком этот из мха родной в котором она была распотрошить но я считаю что не надо у меня уже несколько таких удачных экспериментов где я вообще ничего не трогала я просто взяла вытащила этот транспортировочный стаканчик и все горешочки тоже аккуратненько заправляем вот как раз тому вам пример еще у меня есть несколько таких красоток кстати 1 у меня тоже вот такие просто вытащила и 1 полностью обсыпала ее керамзитом тоже замечательно растет не понравилось обожаю работать с этим живым мхом до кожи он классный знаете для таких растюшек конечно ничего и не жалко дорогой коры дорогого мха хорошего причем здесь все даже дело не в цене а именно то что он натуральный человек шел собирал его сам собственно ручно в лесу утратил на это время отправлял мне в посылке поэтому он дорог даже не со стороны финансовой на вот со стороны заботы со стороны труда человека так и сейчас сверху я возьму с этим не менее прекрасный вот но он уже сухой вот так тоже будет защищать и орхидейку и мог от пересыхания кстати попробуйте сделайте также потому что бывают орхидейки азиатские приходят ну прям у них столько много корней хочется их пересадить ну как-то страшно вот можно выбрать более большую емкость и точно также даже ничего не раскручивая если хорошие корни но взять и и посадить вот как я сейчас просто также обмотать и корни мхом но только уже в более большом стаканчике причем видите здесь еще двойной горшочек получается а вот эта орхидейка мультифлорка она мне вообще в закрытой системе все отлично полив просто минимальный но влагу держит хорошо и долго мог разная равномерно распределяет влагу вода внизу не стоит никогда всегда равномерно распределена поэтому поэтому бокалу мне кажется шикарно получается вы конечно же пишите свои комментарии свое мнение по этому поводу интересно будет почитать но хотя вы знаете иногда обижает такие комментарии что вот ничего не получится все у тебя сгниет у меня вот так было но вы знаете у каждого все по-разному каждого своя температура своя влажность в квартире тем более у некоторых очень сильно жарят батареи наоборот нужно орхидеи хорошо увлажнять даже опрыскивать например у кого-то прохладно как у меня например дома прохладно меня где-то 22 градуса бывает и 20 градусов дома поэтому в при такой температуре конечно о опрыскивании не может идти и речи вот о том что получится не получится это конечно же нужно пробовать пробовать по-другому не узнаешь еще бывает знаете так с одной орхидейка не получилось а с другой орхидейка на сеть шикарно чувствует вот есть орхидеи которые очень любят попить такие как орхидеи дикий кот экстази вот это мультифлорка тоже очень любит попить а есть орхидеи которым достаточно три капли в неделю и они будут замечательно себя чувствовать в отличном тургор и выпускать цветоносы с большими просушками поэтому это тоже нужно смотреть на орхидеи и на ее состояние хочу еще немножечко тут между корней прям вот так вот совсем чуть-чуть чуть-чуть лишняя влага она будет уходить получается в керамзит и вот в этот внешний я на стаканчик внешний горшочек точнее вот и переувлажнения не будет нужно полить будет прям сильно для того чтобы было это переувлажнение но я буду узнать его нужно будет сейчас найти ту дозировку с которой я буду их поливать сначала это будет минимальный полив причем я сейчас вам покажу этот полив кстати хотела еще и целом добавить думаю наверное сейчас добавлю еще целом это не удобрение это ионитный субстрат который постепенно отдает свои питательные вещества нашим орхидейкам и он рассчитан на несколько лет для подобрения оно быстро а это больше как субстрат так где-нибудь сейчас вот так вот аккуратненько по подсыпаю отодвинув мох с водичкой потом он достаточно мелкий вот с водой он потом весь провалится вниз и будет питать эти орхидейки раз уж тадж подарил надо использовать все чего что мелочиться вот так все сейчас пролью он как раз весь туда и провалится на второй орхидейки как раз пакетик и орхидейки мелкий сейчас везде-везде провалится аккуратненько кстати урхидейки есть такие пробные пакетики и при заказе можно купить небольшой и попробовать нам осталось только пролить эти красотки полив как я сказала он будет минимальный чуть-чуть увлажнить мог тем более вы знаете с тех пор когда мне радж их привез не единственно что сделала это опрыскала их спреем от бонафорта для того чтобы они не так сильно стрессанули потому что все таки снова отвезли их выносили заносили я переживала по этому поводу вот и я их просто по листу опрыскала но тургор как видите замечательный все с ними в порядке так тут немножечко все таки утрамбовать мох все равно еще утрамбуется сам по себе он когда намокнет он приляжется может даже придется нам еще докладывать мох так как он немного просянет в мокром состоянии ну все больше на сегодня поливать не буду вот буквально я на 2 орхидейки полстаканчика вот наверное 100 100 миллилитров примерно у меня ушло воды на вот эти две орхидейки сейчас мог впитает все влагу в себя равномерно распределит и отдаст ее орхидейкам что мне и нравится во мхе вот поэтому будем следить за этими красавицами но мне кажется что им все понравится все будет шикарно и они очень быстро выдадут цветоносы буду конечно на это надеяться и мне конечно хочется чтобы они еще подсвели успели выпустить цветоносы и подсвести в общей массе со всеми орхидеями потому что я больше люблю конечно массовое цветение нежели например летом две-три орхидейки цветут и все поэтому сейчас и я бы хотела все-таки от них цветоносов полноценных сильных посмотреть на их цветение я знаю что орхидеи big leap молния неприхотлив единственное что за именно про свой я сейчас говорю чтобы заставить его цвести мне нужно вставить в него голубое удобрение прям полностью бутылочка и он тогда сразу же там через буквально четыре там дня выпускает цветонос мне интересно как будет развиваться этот big leap будет ли также он реагировать на голубое удобрение во мхе конечно это будет делать сложнее потому что бутылочка будет быстрее она будет жидкостью впитывается в мох на мог будет на себя высасывать можно сказать из бутылочки влагу и на быстрее расходоваться вот эта бутылочка вот поэтому не знаю может быть буду добавлять капельки в голубого удобрения воду и поливать в общем посмотрим но это такой тоже как эксперимент я надеюсь вам понравилось сегодня мое видео вы поставите мне пальчик вверх и подпишитесь на мой канал я буду очень-очень этому раду тем более да что я уже как озвучила ранее будет розыгрыша и подарки очень-очень их будут хорошие подарки будут от сайта орхарай и отправляться не буду тоже сайта орхарай поэтому это прям мне кажется выгодное предложение для всех успейте не пропустите всем пока пока